здравствуйте всем я оксана и жизнь как она есть сегодня у нас просто замечательная погода солнце ясное на улице тепло вот так в якутии резко меняется погода получается вчера было холодно туман сегодня ясно ну и немножко потеплело сейчас заберу детей со школы и мне нужно заехать в сбербанк вернее сначала заеду в сбербанк возьму выписки из номинальных счетов чтобы сделать отчет за год финансовый по расходованию средств детского опеку опекунского пособия вот и заберу детей как раз со школы красота просто красота значит сегодня я хочу поговорить о отчете который сдается ежегодно опекунами приемными родителями попечителями в органы опеки этот отчет вот такой вот он отчет здесь 4 листа это получается 8 страниц он это не наш региональный значит вот это бумажка утверждена постановлением правительства и рф от 18 мая 2009 года с изменениями от 10 февраля 2014 года значит что в нем такого в этом отчете во первых так он называется отчет опекуна или попечителя о хранении об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом ну если оно имеется значит заполняем начинаем с титульного листа это у нас идет информация о опекуне здесь его паспорт все это указывается и на кого составляется отчет на ребенка дальше мы идем значит у нас что здесь эта страница идет у нас если есть недвижимое имущество вот честно говорю мне повезло нет у нас недвижимого имущества вот вся страница это значит земельные участки жилые дома квартиры дачи если вдруг это у ребенка есть здесь все это указывается дальше следующая страница транспортное средство здесь автомобилей или иные транспортные средства это опять же если у кого это есть у нас этого нет дальше денежные средства находящиеся на счетах и кредитных организациях ну это может быть какие-то может быть это наследство какое-то осталось или еще что-нибудь вот это здесь здесь указывается дальше ценные бумаги акции или иное участие коммерческих организациях вот эта вторая страница перелистываем дальше уже пошла третья страница здесь что у нас опять ценные бумаги дальше обязательно нужно указать сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного вид имущества вид имущества изменения состав ну я не знаю что можно сделать с имуществом ребенка если он у вас находится под опекой практически ничего и поэтому это заполняется наверное каждый год одно и то же поясню забыла значит так как у нас этого ничего нет мы просто делаем везде прочерки здесь здесь третья страница все пропуски идут вот начиная с четвертой страницы так сейчас здесь не видно у меня вот здесь и начинается финансовое в основном ну что на ребенка идет значит первое алименты пенсия пособия или иные выплаты социальные компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ну здесь например транспортные расходы идут ну в учебный период это то что это поступление на этой странице указано то что поступает дальше единовременные страховые выплаты производимое возмещение ущерба причиненного жизни здоровью несовершеннолетнего подопечного или его личному имуществу вот ну если есть такое за год как что-то произошло значит мы сюда включаем дальше идет наследуемые несовершеннолетним подопечным или подаренные ему денежные средства тоже здесь указывается ну еще седьмая графа это иные доходы и внизу идет у нас только итог ну сколько всего поступило дальше пятая страница у нас сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного если вдруг у ребенка есть какое-то имущество он возможно его сдавать в аренду с разрешения опеки и тогда доход от этого имущества воздаваемого воздаваемого в аренду сюда вписывается там же доход от вкладов если есть такие доход от ценных бумаг если есть такое ну или иные доходы в нашем случае у нас нет мне легко заполнять вот этот отчет что я везде ставлю прочерки у нас нет ни алиментов ни пенсии никаких у нас идет только одно пособие по опеке вот следующая страница это вид расходов ну вот здесь мы и указываем все что было потрачено значит оплата лечения несовершеннолетнего подопечного в медицинских организациях всего за отчетный период здесь несколько пунктов 1 2 3 4 можно указать все пункты либо что-то одно также сюда ну мы указываем у нас здесь здесь заполняется потому что идет лечение ангелины мы там проходим у окулиста лечения 2 раза в год мы сюда подсоединяем я его раньше даже не писала но потом мне органы опеки сказали а вы что не лечите детей и поэтому мы теперь включаем платное лечение если проходим там УЗИ любые услуги которые мы получаем в платной клинике мы включаем дальше приобретение товаров длительного пользования стоимость которых превышает установленный в соответствии с законом двухкратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом так у нас это стоит 10 тысяч если в нашем регионе если сумма покупки превышает выше 10 тысяч мы обязательно должны это указать вплоть до того что указать телефон такой-то такой-то но номер серийный не указываем потому что на эти вещи все равно сохраняем чек и при любой проверке мы должны это предоставить телефон чек потому что в опеку даются только копии вот жилое помещение несовершеннолетнего подопечного это в том случае если у ребенка закреплено жилье либо оно находится у него на праве собственности либо в долях либо еще что-то поэтому из денег которые выделяются на опеку то бишь вот это пособие детское опекунское из этого можно расходовать также на ремонт этого помещения ну и все это потом указать ну вот в принципе весь отчет то что мы должны указать здесь в конце мы ставим итог что мы затратили и последнее сведение об уплате налогов на имущество опять же если есть это имущество так что отчет несложный ты пришла отчет заполнить несложно единственное что мне заполнять нужно несколько иногда девчонки мне помогают заполнить титульную страницу указать фамилию имя данные паспорта вот так это я сегодня забралась в комнату в самую дальнюю комнату к мальчишкам тишина все на первом этаже так что вот так каждый год этот отчет обязателен этот отчет вкладывается в папочку с личными делами и так он хранится потому что времени от времени прокуратура проверяет все вот эти дела ну у нас по крайней мере в регионе так делается все справки со школы мы приносим справки там с детских учреждений что дети обучаются с училища даже если ребенок у меня уже выпустился ну считается что 18 лет я как бы перестаю по закону быть его законным представителем ну вот так вот это у нас законы такие это не мы такие но все равно должны предоставить справку по идее ребенок может жить в общежитии обучаться но они все живут дома дома все никаких общежитий мы не признаем после восемнадцатилетия по идее ребенку будет должно выдаться жилье у нас в регионе это делается ну после восемнадцати не сразу старшая дочь у меня получила и сын уже по-моему в 23 года ну ничего зато получили новые квартиры у нас не выдают жилье на вторичном рынке только новые квартиры и площадь у них минимальная от 34 квадратов по-моему не буду где-то есть это студии где-то это полноценные квартиры однокомнатные с отдельным туалетом с отдельной ванной ну соответственно кухня и комната ну вот в принципе все что я сегодня хотела сказать что отчет это дело обязательное и это все контролируется вплоть до того что я понимаю что это незаконно но если не сдан вовремя отчет то немножко задерживают там опекунские выплаты ну или пугают что выплаты вы не получите вовремя но по закону до 1 февраля мы должны сдать эти отчеты за предыдущий год делаем это уже на протяжении 15 лет так что это уже автоматически ты красная вся мне еще кажется я перенесу вморозила так что всем всем удачи всем хорошего настроения всего-всего лучшего вы считаете мне стол ну так камера делается все до свидания спасибо за то что вы есть и за то что вы нас смотрите это вот смех был по поводу чего нет я не выключила вот я сижу это по скриптам пойдет сколько я времени была одна ну сколько вот пока не пришла Регина на промежут вот только немножко ну все всем пока пока я не знаю что